Говорить с человеком в течение долгого времени и не получить никакую информацию, вы должны помнить, что это безответственно. Знаете, старайтесь придерживаться к пяти минутам, но если у вас уже получится 10 минут, пусть это будет 10 минут, но если это уже будет больше... Помните другое еще, что на самом деле на улице вы можете что? Засвидетельствовать человеку. Понимаете, да? Вы не можете на улице преподать человеку все постулаты веры, доктрины, научить его молиться, научить еще другому. Поэтому если вы хотите послужить этому человеку, то получите его контакт. Таким образом вы сможете с ним встретиться и сможете продолжить с ним беседу. Тогда вы будете уделять ему больше внимания, не 5 минут, а больше внимания. И тогда вы сможете в действительности что-то сделать по отношению к этому человеку. Второе, что бы хотел отметить, что вы на самом деле находитесь там, на улице, не для того, чтобы с кем-то вести длинные разговоры. И не забывайте, что вы там будете стоять не на кафедре. Знаете, вы не готовите проповеди. Но чтобы найти людей, вы там находитесь для того, чтобы найти людей, которые открыты, которые заинтересованы к Евангелию. Которым можно будет впоследствии послужить, если вы их найдете. Пятый пункт. Как вести беседу с человеком другой конфессии? Как вести беседу с человеком в другой конфессии? Как вести беседу с человеком в другой конфессии? Это на самом деле важно, потому что, знаете, по сегодняшний день существуют еще всякие разные разногласия между общинами, между церквями и так далее. Но ваша цель – это не говорить против. Вы знаете, мы часто даже говорим, мы называемся «за Иисуса», а не «против кого-то». Поэтому всегда говорите за то, что имеется в виду «за». Не надо говорить «против». Первое, что необходимо сделать, это изменить тему беседы и начать говорить об Иисусе. То есть вы встретились с человеком в другой конфессии, да? И человек начинает выяснять вопрос, к примеру. А как вы понимаете там вопросы Духа Святого, там, крещение Духа Святого или еще что-нибудь? Поверьте, что вы не находитесь там для того, чтобы заниматься апологетикой, для того, чтобы выяснять какие-то вопросы, связанные с тем, кто во что верит и так далее. Поэтому изменяйте тему, говорите об Иисусе, говорите также верующему тоже Евангелие. Может быть, ему на самом деле надо его услышать. И говорите о том, что вы здесь находитесь для того, чтобы свидетельствовать другим людям, во-первых, евреям, о том, что Мессия Иешуа есть единственный путь и единственное спасение для каждого человека. Второе, как я сказал, свидетельствовать Евангелие, верующему тоже. И третье, взять контактную информацию у него или пригласить на встречу. На встречу, на которой вы могли бы с ним поговорить о важности действительности еврейского евангелизма. И тоже вы должны выяснить вопрос у него отношения или его интереса к еврейскому евангелизму. Что он вообще сам об этом думает? Как он считает, нужно это, не нужно это и так далее. Итак, ясно, да, что при встрече с верующим в другую динаминацию мы не вступаем с ним в какие-то дискуссии, конфликты или еще что-то. Поверьте мне, что на самом деле нас всех, даже находящихся в разных церквях или общинах, есть то, что очень сильно объединяет. Основные истины веры. Вера в Мессию Иисуса. И то, что мы хотим свидетельствовать другим людям о спасении, о Евангелии, об Иисусе. Поэтому говорите о том, что нас объединяет, и не надо говорить о том, что нас разъединяет. Аминь. Седьмой пункт. Какие обстоятельства необходимо преодолеть, чтобы получить контакты? Ну, это был порядок получения контактов, мы все говорили. А сейчас, ну, номер семь. Какие обстоятельства необходимо преодолеть, чтобы получить контакты? Какие обстоятельства необходимо преодолеть, чтобы получить контакты? Знаете, вас могут посещать такие мысли, что «я не хочу», можете так в кавычках записать, «я не хочу казаться назойливым». Вот я вас учу тому, что для того, чтобы вам получить контакты, для того, чтобы, знаете, можно было продолжить служить человеку, вам нужно его остановить, вам нужно ему задать вопрос, вам нужно поговорить с ним. А вы себе думаете, ну, как я вот так остановлю человека, да? Он будет думать обо мне, что я вот такой назойливый, что я приставучий и так далее. Я не хочу казаться назойливым. Как ответ, помните, римлянам 1.16. Мы много говорили об этом, да, в первые дни, что «ибо я не стыжусь благовествования Христова». Потому что она сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Поэтому пусть это для вас будет важным. Не думайте о том, что вы для кого-то будете назойливым. Думайте о том, что важно то, что вы делаете. Второе – это что, если он мне откажет? Что, если он мне откажет? Это те сомнения, которые могут приходить в ваш разум. Сомнения, которые не будут давать вам возможности делать то, что правильно. Из-за этого вы не будете останавливать людей. Знаете, это как комплексы. И как ответ это Исайя, 6 глава, 9-10 стих. Исайя, 6 глава, 9-10 стих. Кто может прочитать, пожалуйста? Исайя, 6 глава, 9-10 стих. Еще раз, пожалуйста. И сказал он, пойди и скажи этому народу, Слухом услышите и не уразумеете, И очами смотреть будете и не увидите. Ибо погрубело сердце народа сего, И ушами с трудом слышат, И очи свои сомкнули, Да не узрят очами и не услышат ушами, И не уразумеют сердцем, И не обратятся, чтобы я исцелил их. Смотрите, что Бог сказал Исайе. Что ты иди скажи, Но они что? Они не будут слышать, Они не будут видеть и так далее. То есть, поэтому мы должны помнить, Что даже если мы встречаем людей, Которые не хотят слушать, Не хотят говорить, То это не такая большая проблема. Потому что сегодня самое важное, Это чтобы мы им сказали. А Бог будет производить свою работу В каждом из этих людей. И в результате, может быть, В следующей встрече, Или с вами, или с другим человеком, Этот человек будет открыт уже к тому, Чтобы слышать, А может быть, даже к тому, Чтобы принять Мессию, Как своего Спасителя. Аминь. Итак, Последнее, Что хотел бы сказать, Это последующая за этим процедура. После того, Когда мы получили контакты. Нам нужно держать связь с этими людьми. Позвонить им, Встретиться с ними, Или посетить их. Это все самое важное, Что вы должны знать по поводу того, Как получить контакты. Что еще нужно? Это нужно выучить будет схему. Схему получения контактов. Вы ее все получите и выучите. После того, Когда вы ее выучите, Мы немного времени уделим тому, Чтобы попрактиковаться здесь. Как брать контакты. Договорились? Да. А сейчас мы перейдем к теме, Которая называется Оппозиция Евангелия. Оппозиция Евангелия? Да, Оппозиция Евангелия. Первое, что мы рассмотрим, Это реальность оппозиции. Первое, реальность оппозиции. Реальность оппозиции. То есть, оппозиция – это реальность. Это не сказки. Оппозиция была не только тогда, Когда люди сидели в тюрьмах и так далее, В нашей стране. Оппозиция существует и сегодня так же. Евангелие от Иоанна, 15 глава, С 18 по 20 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, С 18 по 20 стих. Если мир вас ненавидит, Знайте, Что меня прежде возненавидел. Если бы вы были от мира, То мир любил бы свое. А как вы не от мира, Но я избрал вас от мира, Потому что ненавидит вас мир. Помните, что они будут соблюдать и ваши. Аминь. Снова мы возвращаемся к тому, Что Мессия Иешуа, да, Он открыто сразу заявлял своим ученикам, Своим последователям о том, Что их ожидает. Их ожидает, знаете, И гонение, И оскорбление, И может быть даже физическое истребление. Чего Он не сокрыл от нас, да. Он сразу предупреждает, Что это все может сопровождать наш жизнь. Это не говорит о том, Обязательно, что всех нас должны распять на кресте. Или отрубить головы. Может быть, знаете, Мы проживем жизнь и не переживем таких серьезных страданий, Как переживали, может быть, первые христиане, Или христиане советского времени. Или те христиане, которых сейчас, допустим, Гонят в мусульманских странах. Может быть, с нами этого не случится. Но Он говорит о том, Что, знаете, все равно, Если вы приняли решение следовать за Мною, За Ним, за Мессией Ишо, да, Все равно вы столкнетесь с тем, Что вы будете кем-то либо гонимы. И вы столкнетесь все равно с тем, Что ваша вера, она будет испытана. Может быть, на эмоциональном уровне, Может быть, даже на физическом уровне. Но время от времени вы будете с этим сталкиваться. Поэтому мы должны точно понимать сегодня, Что оппозиция Евангелию — это реальность, Это факт. И от этого избежать никуда нельзя. Мы все равно с этим столкнемся. И все равно это будет происходить в нашей жизни. Поэтому отметьте себе, Что это факт. Второе, мы рассмотрим сейчас ее природу, Какая она бывает, оппозиция. Первое, она бывает физическая. И скажу вам сразу, что, в принципе, это редко. Но это происходит иногда. Здесь, в Одессе, у нас было несколько всего случаев Физической оппозиции. Знаете, я когда только, это был 95-й год, И я первые разы стал только пробовать выходить на улицу. Это было в декабре месяце. Помню, было очень холодно. И всегда было такое положение, что, ну, как бы, никто никогда не дрался здесь, Ну, в Одессе, там, на улице и так далее. Не помню, может быть, третий или четвертый раз я вышел на сорте. И проходящие мимо люди, один из них ударил меня кулаком в лоб. Брат, который был рядом со мной, он был миссионером тогда в служении, Он испугался не от того, что меня ударили. И не от того, что это произошло. Он испугался от того, какая будет реакция моя. И знаете, первое, что, конечно, внутри все вспыхнуло. И, ну, я помню, что просто, в действительности, каким-то образом смог держаться. Эти люди прошли, они сказали просто там, что жиды такого плана. И пошли себе дальше. Вот. Этот брат подошел ко мне, стал молиться за меня. Ну, как бы, чтобы, знаете, чтобы мир пришел в мое сердце и так далее. То есть, это редкость в Одессе. В 2003 году сестра Светлана, помните, рассказывала, что она стала получать очень много контактов. И с ней произошло тоже очень такое странное явление для Одессы. Мужчина ударил ее в лицо. На привозе. И тут же моментально убежал. Ударил в лицо и убежал. Это редкое явление. В других местах это бывает чаще. Например, в Москве можно часто, ну, в действительности, быть ударенными с толпы. Наш руководитель Айви Снайдер, он стоял на сорте. Это был 95-й год. В Москве, в метро. Проходило, знаете, как, если кто-то был в метро в Москве, то там толпа так рекой сразу идет. И вот такая толпа проходила. Он раздавал трактаты. И кто-то из толпы ударил его и переломил ему нос. И как бы в этой же толпе и ушел. Никто даже не знает, кто и что, как бы. То есть такое случается. Но на самом деле физическая оппозиция – это редкость. Хотя она бывает. Скажу, в Днепропетровске, это был второй год, 2002 год. Также проект «Вот Бог Ваш». Мы проводили там компанию. И местный раввин, вот я забыл, как его зовут. Ну ладно. Они там пригласили группу молодых людей откуда-то собрали, чтобы они выступали как оппозиция. И вот эти молодые люди себя вели очень некрасиво. То есть они там наступали на обувь, плевались, толкались, знаете, разные как бы методы применяли. И одной нашей сестре дважды затушили сигарету на руке. Они себя вели таким образом. Но все равно я хочу сказать, что физическая оппозиция – это редкость. Словесная, другой вид, ну ее природа, да. Словесная, идеологическая. Вот словесная оппозиция, вы можете столкнуться очень много. Когда вы выходите, и у вас написано «Евреи за Иисуса», знаете, то вас могут оскорблять по многим причинам. И насчет первой надписи, и насчет второй надписи. То есть и будут говорить там и жиды, и жидовские прихвостни, и все что угодно, то есть ваш адрес. Например, помню, в Москве мы стояли в метро с сестрой одной. Она чистокровная русская, знаете, такая девушка с косой. Вот такая русская девушка. И вот один человек, он напал на меня сзади и начал меня душить. И я выхватил с кармана свисток. Нам всем давали такие свистки, чтобы как-то привлечь внимание, если вдруг что-то происходит. И я начал свистеть. Это его немножко, знаете, охолодило. Но он вырвал у меня свисток. Я схватил его за руку, вырвал у него свисток и продолжил свистеть. И люди проходили и делали вид, что они вообще не замечают, и только быстрее старались пройти, знаете. Но прибежала эта девушка, сестра. И, значит, стала говорить этому мужчине, что вы себе позволяете и так далее, ну, в таком плане. А он вообще нам тыкнул в нос удостоверение. Представил, что он какой-то полковник ФСБ. Не знаю, была это правда или нет, знаете, но удостоверение он нам тыкнул под нос. Но сам факт, что он меня просто душил там. И она стала ему говорить, и он на нее, «Жидовка, пошла вон отсюда!» Она говорит, «Вы что, какая я жидовка?» Говорит, «Я чистокровная русская». Он такой, «А, тогда жидовская прихвость!» И в таком духе. И понесся, в общем. Поэтому реально, то есть, услышать различного рода оскорбления, это 100% вы можете за одно сорти неоднократно. Я помню, в 99-м, также на евангелизации в Москве, пришла к нам одна сестра. Она была дочкой пастора и участвовала с нами в евангелизации. Она вернулась с Америки, окончив там библейский колледж. И знаете, она, наверное, подумала, что евангелизационная кампания – это какая-то конференция. Ну, как обычно, знаете, там. Вдруг ее снарядили сумкой и отправили в метро. После первого сорти она пришла рыдая. Знаете, в такой истерике, определенном роде у нее какая-то была депрессия. И она сказала, все, я ухожу домой, собираю вещи, я ухожу домой. Я стал с ней говорить, ну, в чем проблема, почему ты так реагируешь? Она говорит, я в своей жизни никогда не слышал таких выражений, которые меня оскорбляли сегодня в метро. Ее еще даже никто не бил там и ничего. Просто ее оскорбляли. Я с ней поговорил и сказал, знаешь, ты, конечно, можешь уйти сейчас. Это твое право, ты свободный человек, твой выбор. Но помни, что если ты сейчас уйдешь, ты всю свою жизнь будешь жить с тем, что ты проиграла. Если ты останешься и дойдешь до конца, ты будешь победителем. И ты всю свою жизнь будешь жить с тем, что ты победитель, и ты сможешь в любой ситуации устоять. Знаете, она подумала, и она приняла решение остаться. Она прошла всю кампанию, она была хорошим компаньоном, в том смысле, что она была хорошим миссионером, она раздавала литературу, получала контакты и так далее. Со временем она уже перестала обращать внимание на все эти оскорбления и выражения и так далее. Она просто победила. Тот страх, который пришел в ее жизнь, понимаете, она стала победителем. Поэтому насчет словесной оппозиции можно встретить ее часто. Сегодня брат рассказывал, что он уже ночью слышал неоднократные высказывания в свой адрес и так далее. Это встречается рядом, очень близко, не надо даже ходить на улицу. Если люди знают, что вы верующие, то уже могут говорить, что вы сектант или еще кто-нибудь и так далее. Что важно, что мы должны решить для себя, чего мы действительно должны остерегаться. Отметьте Исайя, 51 глава, 7 стих. Решите для себя, чего мы действительно должны остерегаться. Исайя, 51, 7. Кто готов прочитать, пожалуйста. Послушайте меня, знающие правду, народу, которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Видите, Бог заранее все знает, что с нами может случиться, что с нами может произойти. Он заранее просто предупреждает нас. Вы знаете правду. Поэтому не надо бояться, не надо страшиться того, что кто-то вас каким-то образом оскорбляет. Третье. Чем она предоставлена? Чем она представлена? Чем она представлена? Да. Мы говорим о позиции, поэтому можно не переспрашивать. Мы все время будем говорить о позиции сегодня. Итак, она представлена незнакомыми людьми. То есть это люди, которых вы вообще не знаете. Вот появился человек, и он вам либо что-нибудь сказал, либо, знаете, плюнул вас, либо ударил. Ну, самое худшее, достал пистолет и сделал один выстрел. Может быть, второй контрольный. А так все, остальное в порядке. Поэтому не переживайте. Итак, незнакомые люди. Кем она представлена? Также семья и бывшие друзья. Семья и бывшие друзья. Я не знаю, испытали ли вы оппозицию, может быть, от своей семьи или нет. Вот некоторые из вас уже поднимают руки. Но скажу вам, что, например, знаете, в еврейской семье это можно испытать очень быстро и часто. В отношении того, что вы вдруг стали верующим в Иисуса. Знаете, в Израиле по сегодняшний день, если человек какой-то в семье уверовал в Иисуса, его отторгают от семьи, семья считает его погибшим и даже могут реально похоронить. Ну, то есть, его не будет в гробу, но провести церемонию и все и так далее. То есть, считать его... Поэтому реальность оппозиции со стороны семьи, она реальна. Я скажу вам, даже можно не только обязательно говорить о еврейской семье. Можем говорить также и о мусульманской семье, то же самое, понимать, вплоть до того, что могут вас зарезать, если вы мусульманин. Но также мы можем встретить это и среди других национальностей. Например, я помню в нашей церкви, в той церкви, в которой я уверовал, была одна сестра, молодая девушка, которая, ну, ей, может быть, было 18, может быть, еще даже не было 18, она уверовала. И когда она пришла, на радостях решила поделиться своей новостью с мамой, мама в ответ ей сказала, да лучше бы ты на панель пошла, чем в церковь ты стала ходить. И знаете, в действительности, может быть, для кого-то это странно слышать, но это была реальность, реальность события. И для этой сестры это был большой удар. Она осталась верной Богу, она продолжала Ему служить, посещать церковь, все. Хотя ее мама продолжала очень, знаете, агрессивно выступать против этого и говорить всякие гадости в ее адрес. Но я просто говорю о том, что это реально, потому что сам Мессия уже об этом сказал. Когда вы пойдете за мной, вас могут ожидать такие неприятности, потому что гнали меня. И помните, да, он также говорит, что близкие ваши, да, враги ваши. Он не говорит о том, что наши родственники, они наши враги, нет. Но он говорит о том, что они могут быть врагами в отношении того, принимая или не принимая то, что мы сделали в своей жизни, приняв его. Перспектива, следующий пункт, перспектива оппозиции. Мы должны помнить, что у нас много оппонентов, но на самом деле всего лишь один враг. Мы должны помнить, что у нас много оппонентов, но на самом деле у нас один враг. Как сказано в Слове Божьем, помните, да, что наша брань не против крови и плоти, да, а против злобы духов поднебесных. То есть на самом деле у нас один враг, это дьявол, который, знаете, и настраивает людей, которых он использует в своих целях для того, чтобы принести вред детям Божьим. Поэтому нам нужно не забывать об этом. И второе, что нам нужно помнить, что наши оппоненты — это не наши враги. Если мы говорим о людях, то мы говорим, что они наш народ. Они не наши враги. Это наши родственники, наши друзья, наши знакомые. Они на самом деле не враги. Они просто сегодня находятся под властью греха и беззакония. К сожалению, да? Также мы должны видеть разницу между неверующими евреями и активной оппозицией. Разницу между неверующими евреями и активной оппозицией. Мы должны видеть разницу между неверующими евреями и активной оппозиции Разница заключена в том, что неверующих мы должны просто приобрести для Бога А вот когда идет речь об активной оппозиции, мы должны ей противостоять Знаете, сегодня много создается различных групп в еврейской среде Которые направлены на то, чтобы погасить веру вешу Это разные антимиссионерские организации, которые занимаются одной единственной целью Чтобы прекратить всякую проповедь Евангелия среди евреев Одной из таких групп в нашей стране и в Москве есть такая группа, которая называется Лигомоген Вот эта группа очень сильно всегда в последние годы они противостояли нам Они выступали, они применяли разные методы Для того, чтобы остановить проповедь Евангелия Сами эти люди евреи, да Те, которые входят в группу Моген, они евреи Поэтому Лигомоген, да Лигомоген Поэтому мы должны помнить, что если мы говорим о неверующих евреях Если они, допустим, оскорбляются, обзываются и так далее То мы должны помнить, что наша цель привести их ко спасению Но если мы говорим об активной оппозиции, то мы должны им противостоять Поговорим Второе, о чем мы будем сегодня говорить, это цели оппозиции Итак, все, что мы сейчас говорили, это была реальность оппозиции, да? А сейчас мы будем говорить о целях оппозиции Цели оппозиции всего лишь две Первое, это заставить вас перестать свидетельствовать Заставить вас перестать свидетельствовать И второе, это заставить вас перестать верить заставить вас перестать свидетельствовать и второе – это заставить вас перестать верить. Третье, о чем мы поговорим, это ее тактика. Третье, тактика оппозиции. Для этого мы будем рассматривать книгу Неемии. Первое – это насмешка. Тактика оппозиции, насмешка. Неемия, 4 глава, 1-3 стих. Четвертая глава, 1-3 стих. Кто помнит вообще, что это за события, которых описывает Неемия? Это возвращение из Вавилонского плена. Помните, да? Возвращение из Вавилонского плена, и Неемия описывает строительство стены. Итак, кто готов читать? Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволяет? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и при том пожженные? А то Виаму не тянет, бывший возле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Что мы видим в этих трех стихах? Оппозиция чем занята? Они просто пытаются смеяться над тем строительством, которое ведет Израиль. Они смеются. Знаете, по-нашему приколы разные. Типа, да, но то, что вы делаете, это все ерунда. Потому что вы все равно не сможете это построить. И он говорит, что даже лисица пробежит, хвостом махнет, и вся стена в вашу руку. Просто что? Они смеются. Они пытаются смеяться. Когда над вами смеются, что вы испытываете? Досаду, замешательство, неловкость, да? То есть вы сразу каким-то образом, ну, можно сказать, никните в себе, да? Теряется уверенность в целях. Да. И я скажу вам, что если вы подаетесь на это, то результатом что будет? Страх. Не просто страх. Страх. Вы остановитесь. И перестанете делать то, к чему вы призваны. Если будет достаточно того, что оппозиция просто над вами посмеялась, и вы тут же перестали это делать. Потому что для кого-то это вроде бы выглядит смешно. Второе – угроза физического нападения. Угроза физического нападения. Четвертая глава. Седьмой, восьмой стих. Да, да, да. Мы все время будем сейчас считать ними. После них чинил Мелатия Гавонитянин и Адон Измиранова с жителями Гавона и Митцвы под властными Заречному област... Сережа, Сережа. Когда услышался на Валлад и Тове, и Аравитяне, и Амунитяне, и Азитяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. Седьмой, восьмой стих, да? Да. Итак, когда услышался на Валлад и Тове, и Аравитяне, и Амунитяне, и Азитяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. Я хочу вначале вернуться к насмешкам. Значит, посмотрите, после того, когда они смеялись, да, то какая была реакция со стороны строителей, со стороны Израиля? Да, совершенно правильно. Четвертый и шестой стих. Они тут же, строители что сделали? Они тут же в молитве обратились к Богу. «Услыши, Боже наш, каком мы презрении, и обрати ругательство их на голову их, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззакония их и грех их, да не изгладиться пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». То, что мы говорили, да, что люди испытали? Огорчение. Но свое огорчение они не стали, знаете, себя жалеть в этом огорчении. Они что стали делать? Они стали молиться Богу и говорить о том, что есть это огорчение, да? Но они стали просить о том, чтобы Бог им помогал. И как результат всего этого написано в 6 стихе, что все эти насмешки не имели никакого успеха, потому что, он говорит, мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. То есть насмешками они могли их остановить, реально могли остановить, если бы люди предали себя бы своим огорчением, вместо того, чтобы снова уповать на Господа и обращаться за помощью к Нему. Поэтому, если оппозиция выступает по отношению к нам, смеясь над нами, наше действие не унывать, а что? Молиться и продолжать делать свою работу, к которой мы были призваны. Следующая угроза физического нападения, то, что мы только что читали, что когда они услышали, что они продолжают строить стену, и их работа успешна, то они стали говорить о том, что они пойдут войною на них. Но что сделали строящие? Строящие. Девятый стих написано. И мы молились Богу нашему. Вы слышите, да? Снова, результатом или ответом на действия оппозиции, знаете, не пришел страх в жизнь людей. Может быть, им было страшно, безусловно. Но они не предали своему страху и не убежали с этих стен. А что они сделали? Они снова стали молиться, доверяя тому, что Бог их защита. И написано, что «И ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Они продолжали работать, но в то же самое время ставили стражу тех, которые наблюдали за тем, чтобы на них что не напали. Да, просто технику безопасности предприняли. Третий пункт. Заставить уклониться от цели. То есть, тактика оппозиции, да? Заставить уклониться от цели. Увести нас с пути. Заставить уклониться от цели. Увести нас с пути. Не имея 6 глава, 1-2 стих. 6 глава, 1-2 стих. Кто читает? Когда дошло до слуха Асанавалата и Товы, и Гешема, Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстрочил стену и не оставалось в ней повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда прислался на Валат и Гешем ко мне сказать «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине». Оно. Не замышляли сделать мне зло. Итак, что они пытаются здесь сделать в данном случае? Увести с улыблением. Они пытаются хотя бы таким образом дать им что? Заставить их прекратить строить стену. Они хотят, чтобы они оставили свое дело и занялись чем-нибудь другим. Просто хотя бы что-нибудь, чтобы они делали другое, но чтобы они не занимались тем, что важно. То есть они заставляют уклониться от цели и увести человека от того, чтобы он выполнил то, что ему поручено. Мне нравится ответ, который был сделан строителями. Третий стих и четвертый. «Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом. Не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже». Ни на какие, знаете, вот эти вот разговоры, ну давай поговорим, там туда-сюда, никаких не было ответов с его стороны. Я помню, я стоял на вокзале, раздавал трактаты, и ко мне подошла женщина, которая была свидетель... Подошел один мой знакомый. Он сразу меня узнал, так сильно удивился. «Леня, что ты делаешь? Ты что, с евреем из-за Иисуса?» Я говорю, «А ты чем занимаешься?» А он говорит, «А я в синагогу хожу, ну там такое, в общем...» И начал мне там, знаете как, вливать. Ну я вижу, что разговор абсолютно бесполезный с ним, то есть говорить просто не о чем. Потому что он на какой-то своей волне, и он мне там вот это вливает. Я ему говорю, «Ну все, пока». Я говорю, «Я хочу заниматься тем, чем я занимаюсь». Я говорю, «Ты мне просто мешаешь». Он, «Да нет, ты послушай меня, давай поговорим». Я смотрю, поднимается женщина, которая в руках несет эти, знаете, разные там бумажечки, вот эти свидетели иглов. И она поднимается наверх, и я ему говорю, «Слушай, я говорю, вот смотри, видишь, идет женщина. Она с одной организацией, которые считают вообще, что евреев уже нету, и, короче, все это глупости и так далее. Вот. Поговори с ней об этом». Он что, серьезно? Я говорю, «Да, да, да». И я ее спрашиваю, «Так что там насчет Яговы?» И она такая, как в пригласе, в общем, и они как стали говорить, и я стою себе раздаю, а они, значит, вот я два часа там стоял, и они два часа друг другу доказывали. Она ему говорит, «Так вот в фессалоникийцах написано, там-то и там-то». А он ей, «Так кто такие эти фессалоникийцы?» И таким образом я освободился от него. То есть невозможно было просто от него отстать. Он просто не давал мне возможности как бы заниматься тем, для чего я туда пришел. Но когда пришла эта женщина, я им дал возможность поговорить. Просто вместе. И еще один пункт, тактика оппозиции – это обвинение. Они хотят нас обвинять. Обвинение. Не имея шестая глава с пятого стиха. «Тогда прислал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано, слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть. Для чего истроишь стену, и хочешь быть у них царем? Под тем же слухом. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили «Царь иудейский». И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». То есть, видите, обычное обвинение. Ну, вы можете услышать такого рода обвинения, вам могут сказать на улице. Ну, если ты, допустим, к примеру, не еврей, да, тебе скажут, «Ну, ты не еврей, зачем ты это делаешь? Зачем тебе это нужно делать? Что ты делаешь?» Если вы евреи, вам скажут, «А бабушка твоя знает, чем ты занимаешься? А дедушка в гробу не перевернется от того, что ты такое делаешь?» Ну, и разного рода обвинения будут посланы в ваш адрес. Что ты живешь на православной земле и так далее, и обращаешь истинных православных там в какую-то ересь и все остальное прочее. Восьмой стих – ответ, который сделал народ израильский. «Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом». Аминь. Продолжение следует...